Новости продолжает эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Новую должность по совместительству получил посол нашей страны в Эфиопии. Барлыбай Садыков теперь также будет представлять Казахстан в Кении. Уже на следующей неделе Казахстан посетит делегация депутатов Европарламента. В рамках визита запланирован ряд встреч, в том числе с государственным советником, председателем комитета Мажелиса по международным делам обороны и безопасности, уполномоченным по правам человека, а также с руководством ряда госорганов. Планируется обсудить реализацию соглашения по расширенному партнерству и сотрудничеству между Казахстаном и Евросоюзом, сообщили в МИТе. Указанный документ охватывает 29 сфер взаимодействия, включая упрощение визового режима, защиту Казахстана от негативного воздействия санкций, развития среднего коридора и транспортной взаимосвязанности, сотрудничество в области критических сырьевых материалов, изменения климата и зеленую энергетику. В Министерстве иностранных дел прокомментировали ситуацию с казахстанскими туристами, ранее попавшими в ДТП в турецкой Аланье. По словам официального представителя ведомства Айбек Космодиярова, большинство соотечественников уже вернулись в Казахстан, только один остается на лечении. Напомню, ранее в районе Аланье в результате столкновения туристического микроавтобуса с грузовиком погибли четверо и пострадали 12 человек. Шестеро получили серьезные травмы и были госпитализированы. Обязательную биометрию лица введут для получения водительских удостоверений в Казахстане, а экзамены будут проводить под видеофиксацию. Ужесточить требования в МВД вынуждены после ряда громких уголовных дел. Новые правила коснутся и регистрации автомобиля. В пилотном режиме запустили информационные системы с автоматической цифровой сверкой данных, в том числе по оплате обязательных платежей, сборов и штрафов. При этом доступ к корректировке базе данных во всех территориальных подразделениях теперь будет закрыт. А работники спецсона войдут в категорию субъектов коррупционных правонарушений. Законопроект находится на рассмотрении в парламенте. Поднять зарплаты библиотекарям и сотрудникам архивов на 20% планируют в Казахстане. С такой инициативой выступили члены партии МОНАД. По их словам, должностной оклад педагогов растет, а сотрудники библиотеки, архивариусы остаются за бортом. Сегодня в стране насчитывается больше 8 тысяч библиотекарей. Больше 5 тысяч из них – специалисты высшей категории. При этом максимальная их зарплата – 125 тысяч тенге, минимальная – 85. Все из-за того, что у библиотекарей нет статуса педагога, а архивариусы и вовсе относятся к Министерству культуры. При содействии правительства партийцы намерены изменить ситуацию. Основной докладчик и основной ответчик – это Министерство труда. Также мы приглашаем Министерство финансов. Хотим получить расчеты на 20%, если мы будем поднимать. Также мы будем, если их поднимать статус наравне с педагогами, сколько это повлечет денег, финансов, да, и с каких средств мы можем эти финансы уже изыскать, потому что в сентябре к нам будет заходить бюджет. Нехватку сейсмологических станций, а также квалифицированных кадров обсуждают сегодня на форуме в Астане. Региональная конференция по механике грунтов и геотехнике проходит в Центральной Азии впервые. В ней принимают участие 600 ученых и специалистов из 90 стран мира. Эксперты отмечают, что государствам региона необходимо уделять больше внимания качеству строительства. Особенно важно это на фоне недавних разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. По мнению экспертов, Казахстану необходимы специализированные инженерно-строительные вузы и отдельное министерство, которое возьмет на себя функции по контролю безопасности объектов и развития отрасли. К сожалению, в Казахстане не очень много станций. Вот правительству надо уделить очень много внимания. Если, допустим, в Японии их миллионы, эти станции, у нас там несколько десятков. Главный урок, мы должны пристально обратить внимание на сейсмическую опасность, которая возникает. Мы должны повысить контроль и качество строительства зданий. Мы должны повысить не только строительства зданий, но контролировать и проектирование, строгий контроль проектирования, саму экспертизу этих проектов, особенно основание фундаментов. Потому что без этого качества, без контроля качества, это может закончиться большой трагедией еще мощнее, чем в Турции и в Сирии. К новостям в мире. Мощный торнадо обрушился на восточные регионы Китая. По меньшей мере, два человека погибли, 15 раненые. Сильные повреждения получили почти 300 домов. На кадрах, распространенных китайским телевидением, видно, как смерч прошелся по сельскохозяйственным угодиям. Удар стихии пришелся на местность в нескольких часах езды от Шанхая. Напомню, в начале августа на Китай обрушился супертайфун Док Цури. Из-за него в регионе идут сильные дожди с грузами. 21 человек погиб в результате вызванных проливными дождями разрушений в индийском штате Химачал-Протеш. Стихия разрушила храм в соседнем регионе. Сельвые потоки разрушили дома. Местные власти рекомендуют туристам в ближайшие дни воздержаться от поездок. Отмечу, что всего с начала сезона муссонных ливней в штате погибли свыше 260 человек. На северо-западе Италии сошел оползень. О жертвах и пострадавших не сообщается. Шесть человек удалось спасти. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как огромная волна грязи и мусора снесла на своем пути все. Город Барданекья – это популярное место отдыха в итальянских Альпах для миллионов туристов со всего мира. Накануне многие из них прибыли сюда, чтобы увидеть, как отмечают местный праздник. Жители японского региона Кансай на острове Хансю готовятся к приходу тайфуна Лан. Ожидается, что стихия придет туда уже завтра утром. По прогнозам метеорологов, скорость ветра будет достигать 144 км в час. Местных жителей предупредили о риске внезапных наводнений. Авиакомпании отменили десятки рейсов. Представители Центральной японской железной дороги заявили, что во вторник не будут ходить поезда. Производство кофе в Индонезии находится под угрозой из-за засухи. Обильные дожди в начале года уже привели к снижению объемов производства до минимального уровня впервые за 10 лет. А теперь засушливая погода может усугубить проблему еще больше. По данным метеорологов, отсутствие осадков из-за явления Эль-Нине уже затронуло почти всю территорию страны, включая Яву, где выращивают кофе и некоторые районы Суматры. Эксперты отмечают, что снижение производства кофе в стране может привести к росту мировых цен до исторического максимума. Обычно с трех гектаров мы могли производить 2,5 тонны зеленых бобов, а в этом году мы собрали около одной тонны. Главным фактором было то, что из-за обильных дождей кофейные цветы были сильно повреждены и сгнили. Но мы боимся не снижения производства кофе, а что засуха убьет деревья. Если это произойдет, нам придется ждать еще 4 года, пока они снова вырастут. В Испании арестовали преступную группировку, которая занималась торговлей людьми. По данным правоохранительных органов, организация незаконно перевозила мигрантов из Испании в Германию и Норвегию. Всего национальная полиция Испании в сотрудничестве с Европолом арестовала 19 подозреваемых. В ходе обысков изъято несколько автомобилей, средства связи, наличные деньги. Предполагается, что арестованы часть крупной сети, причастной к трафику сирийских граждан в Испанию. Как сообщили в полиции, группировка вывезла в Европу более 500 сирийских граждан. Сеул и Вашингтон объявили о проведении новых масштабных военных учений. Пройдут они в преддверии первого в истории трехстороннего саммита лидеров США, Южной Кореи и Японии. Он пройдет в Вашингтоне. В центре внимания вновь Северная Корея. Ядерная риторика последней вынуждает союзников снова поднимать в небо истребители. Сгущается ли туман войны над корейским полуостровом и чем планирует ответить Ким Чен Ын? Разбирался Дуриан Исагулов. Появление современных бомбардировщиков и осминцев в акватории близ корейского полуострова явление нередкое. Однако в этот раз Южная Корея и США планируют провести самые масштабные военные учения. Страны готовятся мобилизовать десятки тысяч военнослужащих, чтобы отработать совместную оборону на случай ракетного запуска со стороны КНДР. Свои собственные маневры, но уже в просторных кабинетах Вашингтона, проведут и лидеры США, и Южной Кореи. К ним также присоединится премьер-министр Японии. Первая в таком формате трехсторонняя встреча пройдет 18 августа. Я не собираюсь вдаваться в подробности сценария учения, но могу сказать, что со времени последней встречи у нас есть одно изменение. Это космические силы. Теперь мы проработаем космическую составляющую, воздушную, морскую и кибернетическую области. Нами разработано реалистичное упражнение по укреплению объединенной оборонной позиции сил реагирования. Альянс учел урок, извлеченный из недавних войн и конфликтов. Тот, ради кого и проводится учение, отреагировал незамедлительно, обернув свою привычную риторику в более жесткие и конкретные угрозы. Ким Чен Ын призвал готовиться к наступательной войне в ответ на учения союзников. Северокорейский лидер провел срочное заседание военной комиссии КНДР. В своем заявлении он отметил безрассудство вражеских сил в военном противостоянии и приказал увеличить производство вооружения. Недавний парад в Пхеньяне как раз продемонстрировал некоторую модернизацию вооружения, считают эксперты. Северная Корея показала Хвасон-18 на недавнем военном параде. Это межконтинентальная баллистическая ракета. Причем ее расцветка изменилась с белого цвета на камуфляжный рисунок. Такие перемены свидетельствуют о завершающей стадии разработки и переходу к процессу фактического развертывания. Увеличение ядерного арсенала в этом году на вершине списка приоритетов Кима, говорят аналитики. С 2022 года КНДР провела десятки ракетных испытаний. Кроме того, в сентябре прошлого года Пхеньян заявил о новом ядерном статусе. Теперь Северная Корея готова применить ядерное оружие в упреждающем порядке. На каждую провокацию их южный сосед Сеул совместно с союзниками дает ответ, проводя маневры у самых границ КНДР. И все же, пока что истребители парят близ полуострова лишь в рамках учений, а угрозы Кима остаются угрозами. В совместное отражение террористической угрозы отработали военнослужащие Казахстана и Узбекистана. В Мангосталской области завершились учения Канжар-2023. Работать бойцам специальных подразделений пришлось в условиях, максимально приближенных к боевым. Действия военного спецназа оценивали министры обороны обеих стран. Рауль Габитов все увидел. Взрывы, стрельба и вооруженные люди на крыше. Это военный спецназ Казахстана и Узбекистана громит условных террористов. По сценарию учений, боевики создали в регионе опорные базы, схроны оружия и боеприпасов. Задача военнослужащих – ликвидировать их. Задачу бойцам усложняет жаркая погода и пыль. В ход идут новейшие технологии и техника. Это и беспилотники, чтобы вычислить противника, и боевые машины пехоты для высадки десанта, и зенитные установки, чтобы бомбить врага на расстоянии. За слаженными действиями наблюдают министры обороны Казахстана и Узбекистана. Главная цель учения – отработать совместное действие на случай возникновения террористической угрозы на границе Казахстана и Узбекистана. Заодно это отличная возможность для обмена опытом. Учения прошли успешно. В ходе учения мы применили новейшее оружие, использовали новые приемы и тактику боя. Результат мы показали хороший. В ходе учений спецназ также отработал эпизоды ухода в отрыв от противника, действия в засаде, освобождение и удержание населенного пункта штурмовым отрядом как днем, так и ночью. Отмечу, это уже второй этап учений. Первый ранее прошел в Узбекистане. Рауль Габитов, Оружан Шахбай, Хабар-24. Первые случаи конго-крымской геморрагической лихорадки выявили в Шимкенте. Заболевший житель Туркестанской области. К врачам он обратился после укуса клеща. По информации специалистов Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, мужчина работает на ферме с крупнорогатым скотом. Контактные лица, их 21 взяты под медицинское наблюдение. В мегаполисе сегодня также начали второй этап противоклещевой обработки. В этом году клещи покусали 608 человек. Все они обратились за медпомощью. Но статистика, говорят, снижается. Вокруг так называемых неблагополучных населенных пунктов, где найдены клещи, переносчики конго-крымской геморрагической лихорадки создают санитарно-защитную зону. Также обработают скот, сарай и территории буферных зон. Заболевший житель Туркестанской области, Махтаральского района, он обратился в Шенкенскую городскую инфекционную больницу. И подозревали конго-крымскую геморрагическую лихорадку. И в результате анализов поставили диагноз подтвержденный. Ежегодно в городе силами центра дезинфекции и ветеринарной службы проводится противоклещевая обработка. В области ЖТСУ до сих пор устраняют последствия потопления после обильных дождей. Накануне к работам по очистке приступили подразделения военных и спасателей. Уже вывезено 300 тысяч кубометров глины и грязи. Эвакуированный пункт организован в одной из Караблакских школ. Половина из 30 эвакуированных уже вернулась в свои дома. Сейчас местными властями проводится работа по определению размеров населенного нанесенного ущерба. По данным ЧАЭС, в селах Хабай и Яшкёвы мест подтопило грязевыми потоками 20 частных домов и 122 родов. На сегодня 400 человек и 12 единиц техники задействованы в ликвидации последствий ЧАЭС. Кроме того, для тех, кто остался в вакуумпункте, организовано трехразовое питание. К вечеру, я думаю, все дома будут уже полностью очищены. На востоке Казахстана сегодня выпал первый снег. С утра припорошило подножие вершины Алтая, горы Белухи со стороны Катун-Карагайского района. Сегодня 14 августа 2023 года. У нас с утра с 6 часов снег выпал. Вот такой вот белый-белый. Туристы отмечают, что не припомнят такого летнего снегопада. Как минимум за последние 10 лет лагерь с отдыхающими расположен на высоте почти 2000 метров над уровнем моря. Между тем, службы ЧАЭС уже объявили штормовое предупреждение. 15 августа в горах региона ожидаются дожди и мокрый снег. В Искаменогорске уже сейчас борются с возможными очередями на угольных тупиках. Ежегодно с октября по декабрь там выстраиваются огромные очереди за твердым топливом. Чтобы предотвратить ажиотаж, в регионе уголь начали продавать с конца июня. И на сегодня больше трети жителей частного сектора в городе уже успели подготовиться к предстоящему накопительному сезону. Власти призывают остальных тоже поторопиться с закупом. Сегодня в областные центры отгружено почти 90 тысяч тонн твердого топлива. Продают на 2000 тенге дороже, чем в прошлом году. 14 тысяч за тонну. Но для пенсионеров, многодетных и других уязвимых категорий граждан установлена специальная цена на 500 тенге дешевле. Кроме того, организована льготная доставка социального угля с 50% скидкой за транспортные расходы. Всего льготное топливо должны получить около 5,5 тысяч горожан. По сравнению с другими годами, люди уже научены опытом того, что в осенние периоды сложнее бывать с углям. Поэтому сейчас у нас процент доставки уже хороший. Более 1600 человек из 50,5 получили уже уголь. Жители села Едбекше в Темирском районе в Актюбинской области уже два года ждут подключения газа. Прокладывать трубы в поселке начали в прошлом году. Однако работу остановили, поэтому сельчане опасаются, что предстоящих зимой могут остаться без голубого топлива. В населенном пункте более 100 жилых домов. Также школа, детский сад, медицинские пункты, клуб. По словам жителей, завершить масштабные работы по газификации домов и социальных объектов представители ответственных органов обещали в августе этого года. Поэтому многие сельчане демонтировали печи. При остановке строительства газопровода без голубого топлива могут остаться и жители соседнего села Алта-Карасу. В самом Едбекше ждут еще и центрального водоснабжения. Водопроводные трубы такие также начали тянуть в прошлом году, но работы не завершили. По словам чиновников, оба объекта переходящие, поэтому газом и водой село Едбекше обеспечат в этом году. Подрядчиков, занимающихся строительством газовых и водопроводных труб, не видно. Примерно месяц на объектах никакого движения. Поэтому мы вынуждены обращаться с жалобой, чтобы поскорее подключили газ и воду. Больше нам ничего не нужно. Завершение строительных монтажных работ, согласно договорных обязательств, планируется в ноябре текущего года. На сегодняшний день проведены работы по укладке 5 километров подводящего газопровода, а также начаты работы по строительству внутриплощадочных сетей газораспределительных. Больше 2000 километров дорог областного и районного значения нуждаются в ремонте в области Абая. Большую часть из них не асфальтировали четверть века. Реконструкция требуется и на участке Чарск-Ауэзов. В прошлом году трассу начали ремонтировать, однако выполнили работы лишь наполовину. А Сему Тешева выясняла причины. Почти 30 лет находится эта дорога в таком состоянии. Трасса соединяет город Чарск с селом Ауэзов. Преодолевать небольшой участок из-за выбоин местным жителям приходится больше часа. Каждый понедельник по этой дороге езди. Дорога ужасная. 20 километров, 2 часа едешь почти. В прошлом году многострадальную дорогу протяженностью всего 42 километра наконец-то стали ремонтировать. Однако асфальтом покрыли лишь 18 километров. Вот наша новая дорога, которой мы так радовались в прошлом году. Теперь даже она пришла в негодность. Дорога плохая. Даже когда эту дорогу делали, лучше бы там еще километров 5-10 добавили, например, к тендеру, чтобы доделали. Потому что сейчас спуск, когда начинается, там щебенка, острые камни, в некоторых местах арматуры торчат. О ситуации в областном управлении знают. Говорят, что закончить в прошлом году ремонт не получилось из-за ряда обстоятельств. Оставшуюся часть обещают отремонтировать. Мы сейчас готовим проектно-смертную документацию по следующему развиванию конкурса, проведению конкурса, процедуры, определение подрядчика. И на следующий год планируем этот участок охватить работами среднего ремонта. В регионе ремонта ждут 2300 километров автомобильных дорог областного и районного значения. На их реконструкцию в рамках комплексного плана развития предусмотрено примерно 10 миллиардов тенге. Асемутешева, берег Жобалайулы, Хабар, 24, область Абай. Проблему с дефицитом пастбищ решили в трех населенных пунктах Жамбылской области. Вблизи села Синкебай Байзакского района в собственность государства вернули 77 гектаров земель. Они пять лет назад перешли в частную собственность. По словам местных жителей, из-за нехватки пастбищных угодий им даже пришлось сократить численность поголовья скота. На эту проблему сельчане жаловались неоднократно. На вопрос дефицита пастбищ рассмотрели на заседании комиссии Жерамана Т. По его итогам более 70 гектаров земли вернули для выпаса скота трех аулов Мирзатайского сельского округа. Пастбищ почти нет. Вынуждены пасти лошадей в соседнем селе. Число коров пришлось сократить вдвое. Сейчас в ауле осталось примерно 3000 баранов и почти 70 голов крупнорогатого скота. Раньше в каждом дворе держали по несколько коров. Итого в селе их было около 200. Мы заключили трехсторонний меморандум. Владелец согласился обменять землю на другую. Сельчанам вернули пастбище. Сейчас они свободно ими пользуются. Новых Акимов впервые выбрали в восьми селах Акмолинской области и в городе Акуле. В выборах приняли участие почти 30 кандидатов. Средняя явка на 28 участках для голосования составила порядка 50%. Аким села Красный Яр стал самым молодым руководителем. Ему 29 лет. Самому взрослому 60. Большинство избранных Акимов действующие государственные служащие. Остальные работники частных предприятий временно безработные. Как отметили в территориальном избиркоме, Акимы приступят к работе в течение недели. В ходе проведения голосования нарушений жалоб от жителей, от населения или от кандидатов выделено не было. Полномочия избранного Акима согласно закону Республики Казахстан о местном и государственном управлении начинаются с момента его регистрации в территориальной избирательной комиссии. В соответствии с законом регистрация Акима проводится в течение 7 дней с момента голосования. От 27 августа выборы местных Акимов пройдут в Североказахстанской области. Голосование состоится в 32 сельских округах и в одном городе районного значения. По данным обл. избиркома зарегистрировано свыше 100 кандидатов, большинство из них – самовыдвиженцы. Документы всех претендентов сейчас проходят специальную проверку. Правом выбора могут воспользоваться порядка 50 тысяч жителей региона на избирательных участках, а их более 100 проводят необходимую подготовительную работу. Зарегистрировались 101 кандидат. 6 кандидатов не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан о государственной службе. Два кандидата, так как не предоставили вовремя документы, отняли решение об их регистрации. Единую базу школьников, которые нуждаются в материальной помощи, создали в Павлодарской области. В список вошли более 12 тысяч детей из 3 тысяч семей. Их обеспечат школьной одеждой и канцелярскими принадлежностями. В областном управлении образования говорят, что деньги для этого выделяют спонсоры и социальные партнеры. На сегодняшний день акция «Дорога в школу» охватила 1600 повладарских учащихся. На счета родителей каждого из них уже поступило по 47 300 тенге. В целях оперативного реагирования на обращение граждан организована работа горячих линий, телефонов доверия. Список телефонов доверия опубликован в социальных сетях управления образования, отделов образования. То есть на всех аккаунтах данные телефоны размещены. При управлении образованием функционирует кулцентр. В три раза выросли темпы строительства в Казаларде за последний год. В этом году в области введут в строй порядка 700 тысяч квадратных метров жилья. С профессиональным праздником строителей поздравил Аким области. Робик Налебаев, Ербол Абишев расскажет. Темпы строительства в регионе растут ежегодно. В этом году возводят 26 многоэтажных домов и 62 социальных объекта. До конца года в строй введут порядка 700 тысяч квадратных метров. В ближайшие годы построят более 20 образовательных объектов по программе «Комфортная школа». Аким области отметил особый вклад строителей в развитие области. В этом году введут в строй современный дворец бракосочетания, центры искусства, новый автовокзал. А в следующем году сдадим центр крови стоимостью 2 миллиарда 200 тысяч деньги, школу-интернат физико-математического направления. В честь профессионального праздника ветеранов отрасли наградили значком «Лучший строитель» и благодарственными письмами. А государственный и общественный деятель Кожахмед Баймаханат удостоился звания почетного гражданина Казалардинской области. Люди всегда вспоминают с добротой тех, кто строит жилье, школы, больницы. Я горжусь своей профессией. Увеличение темпов строительства – это главный показатель благополучия страны. Праздничное мероприятие завершилось концертом с участием звезды эстрады. Гербулабишев, Нурланджакопеков, Аканалиев, из Казаларды, Хабар, 24. Ключи от 80 квартир по госпрограмме Бахата-Отбасы вручили очередникам в Таразе. Многоэтажку возвели в 15-м микрорайоне Уладала. Среди счастливых новоселов – многодетные семьи, люди с инвалидностью и дети-сироты. Для семьи Каламкас Амиталеевой сегодня один из счастливых дней. В очереди на жилье многодетная мама стояла несколько лет. Вместе с пятью детьми приходилось арендовать квартиру. Совсем скоро женщина отметит новоселье. За последние четыре года в регионе по программе Бахата-Отбасы заветные ключи от жилья получили больше тысячи семей. Мы очень рады, что получили квартиру, обрели собственную крышу над головой. Долгое время стояла в очереди на получение жилья. Недавно нас пригласили и сообщили о получении квартиры. Она очень светлая и просторная. Спасибо за такую программу. Закончили строительство шести домов. Общая, значит, 460 квартир. И до конца года мы планируем завершить еще строительство 42 домов. И мы сдадим в эксплуатацию 2820 квартир. Микро-йон Лудала является одним из больших микро-районов в стране. В этом году мы строительство жилья здесь заканчиваем. Здесь сейчас строятся 4 школы, предусмотрены детские сады, предусмотрено строительство секретарно-оздоровительного комплекса. 18 победителей наградили по итогам республиканского конкурса среди территориальных органов комитета госдоходов. Им вручили статуэтки и дипломы по 16 номинациям за достижение высоких показателей, пополняемость налогов в бюджет. В первенстве приняли участие 20 областных департаментов и их районное управление. Также нагрудным знаком отметили 162 сотрудника мероприятия, приурочили к профессиональному празднику. Именно в этот день, 9 лет назад, создан комитет государственных доходов. Он объединил сотрудников налоговой, таможенной и службы экономических расследований. По результатам объявленного конкурса работа Казладинского городского управления государственных доходов по номинации работы за должностью была призвана лучшей и номинирована на первое место. Это для нас большая честь, большая радость для всех наших коллег и дает нам мотивацию на более успешную работу в целом будущем. За 9 лет мы достигли определенных достижений. Это то, что наш бюджет растет. В принципе, так получилось, что мы в прошлом году собрали практически 15 триллионов в государственный бюджет. Это был обеспечен рост более чем 4 триллиона больше, чем поступило в 2021 году. И этот рост у нас отмечается ежегодно. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.